здрасте мои дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема помидоры которые ждут высадки уже в теплицу и кричат караул начинаем для того чтобы помидоры росли на свободе чтобы им было хорошо значит надо немножко потрудиться посмотрите у меня в руках вилы и грабли мои любимые кстати и виллу тоже значит вот здесь гряды были использованы для огурцов теперь здесь будут помидоры еще раз повторяю помидоры огурцы не имея общих болезней очень полезно менять местами тогда и болезней у тех и других будет значительно меньше значит здесь такая почва шикарная что копать ее это просто грех и что мы сделаем смотрите и только посредине я это сделаю вот только посредине а почему сейчас поймете для моей посадки в борозду я не буду копать дальше еще рано значит а для моей посадки в борозду нужно сделать так дальше вот так это грабли можно тяпку взять здесь нужно сделать траншею посредине не более 20 сантиметров глубиной не более то есть надо немножко подработать но траншеи будет именно так и сейчас покажу еще кое-что а вот это красота это как раз вот те стебли помидор которые закопаны в землю только здесь конечно я их так аккуратно вырывала что оборвала большую часть разумеется вот эта борода красивая она лежала вот так она вылезала корни и на почву и на поверхность вылезали ну вот они все видите такие я призываю вас садить не в лунку где очень холодно а у таких томатов придется стебель метровый прятать туда да завивать ломать а вот так лежа все будет в порядке корней будет очень много вы послушайте моего доброго совета и обязательно под перекопку то что я сейчас делала до вилами ну поборозки насыпьте столовая ложка без верха без верха обязательно ну полного комплексного овощного удобрения и так бы еще на метр бы стаканчик доломитки и вот это все как бы перемешать это и будет у нас вот та борозда которая будет приготовлена для посадки томатов сделайте это раньше недели на две почему потому что процесс должен раскисление идти пролейте ее греха в этом нет во влажной почве процесс идет очень быстро я надеюсь что у меня слышите да молодцы а вот как их посадить правильно как я вас учу так и так и так только головки в разные стороны а корни то будут в одной траншеи поливать удобно не забудьте купить соломы видите солом у меня уже приготовлено это старая но она годится обязательно обмолоченной чтобы не было мышей солома нужно обмолоченная ну на этом закончу всего доброго